Всем доброе утро! Добрый день! Оооо! Муж говорит, мой, ты посмотри, они там, наверное, свадьбу будут делать. Я говорю, что? А тут реально что-то будут делать. Раздают уже что-то, какие-то и крамы. А, кофе. Понятно? А я же буду сейчас работать через час. Здесь, блин, сумасшедше будут барабаны биться. Пить. Погода сегодня солнечная. Ветреная, как вы видите. Я думаю, даже слышите свист этого ветра. Надо как-то развернуться. Видите, все в рубашечках, в футболочках. Ну, понятно, что покрытые женщины в каких-то закрытых одеждах. Это понятно. Это не потому, что холодно, а это потому, что это их типичная одежда. Я сегодня работаю с двух до восьми вечера. Ну, в целом, как всегда, в воскресенье. Сегодня у нас выходной день. Дианка дома. Ашкен дома. В общем, система все та же. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Что здесь будет. Я уже работаю. А что здесь? А, здесь еще народ сидит. Есть небольшая музыка. А, танцы. Пожалуйста. Видите? Вот современные мотивы. Танцы идут. Ну, слава богу, что нет вот этих барабанов. Здесь как-то больше это. Поколение такого. Пожилого, скажем так. А где молодежь? Может, это не свадьба? Да нет, свадьба. Здесь другой не отмечают. Похороны по-другому проходят. Может, еще все впереди, конечно же. Ладно, пойду. Сейчас еще-то у меня, не дай бог, это плюнут. За то, что я снимаю. Не хочу, чтобы меня обнаружили. Здесь у меня Миношустик. Видите, отдыхает. Носом в подушку. А здесь Шевталя. Тоже лежит. Аж похрюкивает. Вот так вот спит. Я уже закончила. Уже начало 9 вечера. Рабочий день мой уже сегодня закончился. На шкомбете принес мне чаю. А я это тут решила продолжить. Мне осталось, вот видите, вот этот вот клочочек. Вот это все. И там еще маленький у меня фрагментик. И в целом все. Наконец-то. Я уже жду не дождусь, честно, когда я закончу. Прям хочется завершиться. Подвести так черту и понять, что вот, ты что-то смогла. Ты что-то сделала. Со мной Шевталя. Лежит, отдыхает. Ой, на улице. Окна закрыты. Тепло. Хорошо, тепло. Несмотря на то, что вечер уже, да, как я и сказала, 9 час. Но погода прям-таки, такое, знаете, прохладное лето. Так вот. Завтра новая рабочая неделя. Дианусик в универ. У мужа моего еще две недели. Ух ты, какое небо. Еще две недели у него отпуска. Поэтому еще будет балдежничать. Заниматься ничего не деланием. Ну, это тоже надо. Кто-то так любит отпуск проводить. Кто-то активно. Так что. Люди прям выехали из подъезда с тележкой из супермаркета. Странно. Ну, что у них дома покоится. Здесь у меня, видите, ребятушки. Миношустик спит. Вернее, он лежит. Он дремал. Мама пришла, его тут обнимала. Помешала ему спать. Естественно, он решил помыться. Сейчас вот, видите, укладывается. А вот еще интересная картина. А, гляньте. По-моему, это, наверное, единственная кошка в мире, которая любит, когда ее укрывают одеялами. Любит лежать на подушке, укрывшись одеялом. Моя кошенька мамина. Да, Коша, да. Да это мама. И Миноша гладила. А тебе не нравится, да? Миношик тут, смотри, он уже все лег, лег. Ох, у него каждый день сложные ночи. Да, Миношустик? Да, мой сладкий тоже. Ох, пушистый. Он так заволосился, такой шерстяной стал. Шерсть у него отросла. Вообще. Не надо его хватать. Я же не сильно. Ну, если он молчит, то значит да, скажи. Да, я же молчу, значит не сильно. Морда, в смысле лицо. Морда. Ну, у животных же морда. И что? Лицо у Миноша, ну просто пацан. Реальный пацан, да? Ой, Миношустичек. Да, мой дорогой, ты парень. Так, смотри. А смотрит он мне прям в глаза, вы представляете? Прям прожигает своими глазами меня. Все, все, да, ложись, все. Отдыхай. Мама не будет Масика трогать. Помунчик. А ты наблюдаешь, да? Наблюдает. Глаз один открыт. Наблюдает Мася. Почему здесь вот эти нормально будет всех обоих? Да. Уже все. Одной ногой в универе. Вернее, пока что в трамвае. Ну, относительно, да. Да. Ботинки надевает. Не ботинки. Кроссовки зимние. Ну, да. Ты кто-то носила их зимой. Ну, они здесь лесом такие ходят. Согласна. Непонятно по какой причине. Нет, нет. Возьму, что это не хочется. Видите, джинсовую надела. Это на улице 10 градусов. Я хочу сказать, что последние три дня тепла, уже посмотрела прогноз на неделю, на пять дней вперед, да. Там уже в четверг ночью минус три, а днем десять. Духи, мама! А-а-а! Боже, пожалуйста! Духи полученные. Понятно? Везде, везде. Держи. Ну, все, давай, Димочка. Не, добра, не положишь, мам? Не наставляй. Не переживай. Ставим, не ночь разобьет. Не переживай. Смотрит на них. Все, Дианусик, давай, с Богом. Тебе удачи. О, видишь, мусор. Вчера было воскресенье, и мужчина не забрал. Да, Диан, спасибо, и тебе. Сейчас начинаю тоже работать с девяти. Ну что, заберу. Кладу на место. То это ее любимые. То, что, говорит, шифтали и Минош разобьют. Ну, насчет шифтали сомневаюсь, а вот Минош. Что такое? Господи, не входит. Ой, лежит Минош. Бей, лежит. Скажи, ты мне спать мешаешь. А я и буду тебе мешать. Потому что ты ночью потом мешаешь мне, Минош. Ой, все, включил свой мотор. Включил. Все, забаранился. Мама работает. И тут, как всегда, понимаете. Мой стол является кроватью. Ходил, ходил, бегал, бегал, прибежал, улегся, все, лежит. Угу. Минош. Все, лапы тянет. Тут все прекрасно. А там вот шифтали, видите. Но даже если бы шифтали не лежал бы на кресле, Минош бы все равно там не лежал. Потому что здесь на столе гораздо лучше маме мешать. Что-то думает, уручит, так уручит. Может, ты пошел бы на кровать, на диван, там мягче, Минош. Лежи себе среди подушек, валяйся, лапы кверху. Нет. Закончила я свою работу. Вот шифтали все так же спит. Минош все так же. Уже опять по дверью. Пойдемте посмотрим. Муж мой ушел. Собираются там в мужской компании. Пошел. Чилеша, ты заходишь? Чилек. Все, молодец. Зашла Мася. Хотела вам показать. Но ветер все унес. А, да, видите, унес. Ветер небольшой. Короче, у меня здесь я постирала свою сумку. Она такая тряпичная. Ношу туда, знаете, ну вот что-то скуплю, складывая. Удобно на плечо бросила. И как бы вообще не обращаешь внимания на нее. И, ну, и вышла сумку с веревки снять. А здесь вот так вот, вот так вот пол. И вот здесь вот парапет. Все было засыпано шелухой луковой. Ну, вот она еще осталась. А, она вон сюда забилась. Вот, видите, там черный вот это. Синий лук. Вот еще остатки. Шо, челезь. Где там ашка, может, вон далеко пошел. И, понимаете, все вот это вот засыпано. Ну, свинота. Просто свинота. Мне, понимаете, слов других нет. Если я там воду сейчас не наблюдаю, после того, как я ей налила под дверь. Хотя мой муж говорит, что было пару дней назад. Но я не видела. То и раньше часто видела. А вот вообще нет. То сегодня луковая шелуха. Ему же говорю, я не буду убирать. Ну, вот что хочешь мне делать. Я после этой женщины убирать не буду. Я что тут? Я уборщица или что? Слушайте, чужой мусор собирать. Ну, как? Это что за свинство вообще полное? Э, челек, нет. Я не разрешаю. Давай, иди отсюда. Мы сейчас будем заходить. Либо ты сидишь на полу, либо заходи. Вот тут мой перчик вам покажу. Вот, видите, такой. Растет, растет потихоньку. И вот, видите. Прям плод за плодом дает. Перчина за перчиной. И вон еще, видите. Цветы. Вот, видите, масик тоже назревает. В общем, тут... О, прям, как заплодоносил. Дружок мой. Ну, что ты. Молчал, молчал. Ташкам тут... Ага, это новенький. А это он тут, походу, снял. Вообще. Ой, отпал. Ну, значит, так и надо. А этот челек объела, видите. Вообще просто тупо объела. Но тут вот он тоже. О, какой. Молодец какой ты. Ну, плодоносит. Ну, сколько? Не знаю, сколько месяцев. Два или три. Прекрасная погодка для такого времени года. Шикарно, шикарно. Не устаю повторять. Все, что я там кухонными делами занимаюсь, сейчас покажу вам. Все, и челек вместе со мной выходит. Скажи, я тоже выхожу. Что-то я хочу. Ну, не знаю, что. Минож, да? Да, 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 да. Да, Минож, да. Но ты туда не пойдешь. Не. Кричи, не кричи. Вот повесила аж свои лямоны. Вот здесь они у меня теперь будут висеть. Здесь вот такие лимушки. А вот здесь же это. Эбрушка. Все, покажу вам. Здесь у меня что? Это у меня был обед. И я здесь все, курицу расчленила. И поставила. Здесь две грудки, крыло и голень варятся. Так, вот видите, даже еще ножи все лежит, потому что некогда мне было. И здесь у меня вот так я замариновала курица в соевом соусе. Это Дианка придет. Я обжарю. И сегодня будем делать, ну, Диана хочет китайские макароны. Вот эти вот, что мы покупали, да? Мино шустик. С соусом вот китайским. И сверху решили вот так вот куриную грудку забросить. Ну, вот аж каком забросила свои тапки. И удалился. Да, Мино шустик. Пошел весь мусор забрал. Вчера же воскресенье было. У меня-то мусора много скопилось. Мусор забрал, выкинет. Ну, и вечером к ужину придет. Вот. Шифталя, мой дорогой дружочек. Ты спишь, да? Ты спишь, мой сладкий-сладкий. Он маме разрешает. Ой, у него такая шестка, знаете, немягкая. Вот как у него, как у ежика. Вот эти вот колю... Как будто бы кончики, кончики. Они как такие вот... Как проволока. Ладишь, он как такой, как колючий. Я уже обжариваю курицу. Слушайте, так есть хочу, что я сейчас упаду с ног. Ну, реально. Жду Дианку. Уже в транспорте. Сказала, я буду через 40 минут. Я уже потягала несколько кусочков. Съела кусочек хлеба. Ё-моё. Есть хочу, селов нету. Жду ж. Самой неохота без нее есть, поэтому... Не то, что неохота. Ну, мы договорились. Поэтому как бы жду. Не пообедала, понимаете, съела кусочек хлеба и сосиску. И все. Больше ничего. И поэтому есть хочу просто... Курт гиби. Субтитры сделал DimaTorzok